Здравствуйте! На Десна ТВ время новостей в студии Ксения Вьюшкова. Сегодня в нашей программе. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году, в год памяти и славы ЕГЭ проводится для родителей по истории. Проводы зимы. Этнографический праздник для детей в Историко-Краеведческом музее. Было очень интересно. Прикольные игры и блинчики с чаем очень вкусно. Муниципальный этап конкурса юных щецов «Живая классика». Госпожа Печенкина, Коль, решил держать себя просто, но с достойностью. 26 февраля Десногорск присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится для того, чтобы родители ближе познакомились с особенностями экзамена и убедились в том, что это испытание для школьников вполне по силам. В первой школе прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая проводится в Десногорске уже четвертый год. Главной задачей таких мероприятий является знакомство родителей с формой и правилами проведения государственного экзамена. В этом году, в год памяти и славы ЕГЭ проводится для родителей по истории. Цель этой акции – не проверить знания родителей по истории, а снять лишнее напряжение, потому что мы все знаем, что важно не только, с какими знаниями наши дети идут на экзамен, но и в какой психологической атмосфере они готовятся к этому экзамену. Как и положено, перед началом проведения ЕГЭ прошла регистрация. Далее 12 участников акции отправились в аудиторию. Там инструктаж, объяснение, как заполнять бланки, и пора приступать к выполнению заданий. Экзамен состоял из двух частей. Первое – задание с кратким ответом, второе – с развернутым. Аттестация прошла с сохранением всех условий единого государственного экзамена, кроме времени его проведения. Обычно выпускникам предоставляется 3 часа 55 минут, а для родителей всего 30 минут. Поэтому мамы и папы довольно быстро справились с заданиями. Мне было сложно, потому что все равно с детьми в школе проходят инструктаж, их учат заполнять те же самые шрифты, как писать цифры, буквы. Это же все равно все оговаривается на каждом, я думаю, предмете. Мне с непривычки было не очень, конечно, комфортно заполнять этот бланк. Пограничные вопросы задаются, где те или иные исторические личности участвуют. И поэтому, когда без повторения, которое мать учения, очень трудно выбрать очень правильный ответ. Взрослые школьники на себе прочувствовали организацию ЕГЭ от А до Я. Узнали то, к чему детей готовят целыми месяцами. Ознакомиться с результатами родителей смогут в Комитете по образованию города Десногорска. Масленица – это отличный повод полакомиться вкуснейшими блинами в течение целой недели. Однако у каждого из семи дней есть своя определенная традиция. О том, как принято отмечать этот весенний праздник, рассказали в Десногорском историко-краеведческом музее. Масленица – древний славянский праздник. Наши предки посвящали его языческому богу солнца. Отсюда и символ масленицы – круглый блин. Истории, обряды и традиции масленичной недели очень разнообразны. Поэтому, чтобы подрастающее поколение познакомились с ними поближе, сотрудники Десногорского историко-краеведческого музея провели для детей веселое и познавательное мероприятие. Будем в игры играть, хлебом с солью все встречать. Будем зиму провожать, до весну красну встречать. Детей знакомили с обычаями масленицы, с названиями дней праздничной недели, у каждого из которых есть свое предназначение. Например, понедельник – встреча. В этот день выпекали первый блин и начинали изготавливать чучело. Вторник – заигрыши, день гуляний, а среда – лакомка. Четвертый день, четверг, и называется он «Широкий разгуляй». То есть, до этого у нас был замерз, а теперь «Широкий разгуляй». То есть, нужно было уже вот здесь веселиться, прям на всю, как говорится, катушку. Сотрудники музея познакомили детей не только с историей масленицы, но и воспроизвели для них обряды праздника. Бег в мешках, прыжки через импровизированный костер и другие веселые игры и конкурсы. Такие забавы пришлись по душе всем детям. Каждый участник праздника получил прекрасное настроение, заряд бодрости и, конечно, знания. В завершении мероприятия всех детей угостили блинчиками и чаем. Ксения Бьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. 27 февраля в актовом зале Дома детского творчества состоялся муниципальный этап международного конкурса юных щецов «Живая классика». В нем приняли участие 13 щецов из школ города и Дома детского творчества. Ежегодный всероссийский конкурс «Живая классика» – прекрасная возможность не только заявить о своем таланте, но и проверить свое умение работы на публике. Такие смельчаки – это школьники Десногорска не старше 17 лет. «Ты же знаешь, православные всегда за отечество воевали. Юрка кипел от злости, но придраться к Толе кроме креста было не к чему. Танкист был, как полагается». «Мы с Люськой ужасно обрадовались. Давайте, – сказала Люська, – записывайте». «Господин учитель-гимназист, пожалуйте завтра для переговоров. Госпожа Витчинкина. Коля решил держать себя просто, но с достоинством». Прочитать произведения русских и зарубежных авторов, понять, о чем писал автор и донести смысл и эмоцию до зрителя, задачи для которой нужно не только старание, но и талант. Свою оценку выступлением давала профессиональная жюри в составе четырех человек. «Выбор произведений, то, как вы пронесли их, прочувствовали, подали эти произведения, это, конечно, заслуживает низкого поклона вам ребят». Выступления оценивались по нескольким критериям. Выбор текста произведения, эмоциональный посыл, четкость дикции и логические ударения. Участники конкурса получили памятные дипломы, а победители муниципального этапа Табунидзе Давид, Семешкина Анастасия и Попугаев Матвей примут участие уже в региональном этапе конкурса, который пройдет в марте в Смоленске. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Это были все новости на сегодня. Эфир телеканала Десна-ТВ продолжит передачу «Страна Росатом». А в 20.00 смотрите новый выпуск программы «Открытая власть». В студии работала Ксения Вьюшкова. Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!